Давайте сегодня поговорим о чем-то универсальном, о чем-то таком, чем вы сможете пользоваться дома со своей звуковой карты, а как надо куда-то пойти, просто доставите провод и подключайте их к телефону. И да, сегодня речь пойдет именно о CloudMix. Чтобы не возникало глупых вопросов, ответ на которые есть в видео, лучше досмотрите до конца. Пожалуйста, поберегите мои нервы. Поставляются ушки, как и альфа, в довольно крупной коробке. Комплектация следующая. Сами наушники, микрофон, мешочек для транспортировки, AUX кабель с 3 мм джеком по обе стороны, а также регулировкой громкости, удлинитель для компьютера и USB-micro-USB кабель. Внешне это все те же привычные всем Cloud Core или Cloud Silver. Есть раз, что очень легкие отличия в дизайне, например, их оголовки. Во-первых, в отличие от Silver и даже альфа, края у них не прошиты. Во-вторых, вместо пропечатания от HyperX, как у Cloud Core или Silver, тут она вдавлена. Прямо как у Cloud Alpha. Ну а также их главное отличие от альфа и других, это размер динамика. Именно из-за портативности они стали меньше. Наушники целиком и полностью сделаны из металла. С одной стороны, это плюс, потому как в этом случае они очень прочные. С другой стороны, это очередной повод носить их в мешочке. Потому что в течение месяца одна из чаш стала потертой, а на одной вообще подслезла краска. Я не говорю, что это плохо и нужно было сделать их пластиковыми. Нет, это просто информация для тех, кто захочет их купить. Короче, да. Носите мешочек. А головьев, впрочем, как и амбушюра, сделанная из кожзама с мягким наполнителем. Что примечательно, скалывается впечатление, что амбушюры у Mix куда более упругие, чем у Альфа. Я не знаю, как это объяснить, но у Mix как будто совершенно другой наполнитель, который гораздо приятнее прилегает к ушам. Но возможно, это из-за диаметра динамиков и как следствие диаметра амбушюр. Хотя, что примечательно, во всех обзорах указано, что пенный наполнитель фирменный и используется во всех наушниках HyperX. Снизу наушников находятся органы управления для использования по Bluetooth, о чем мы поговорим чуть-чуть попозже. А также вход под микрофон и провод, который модульный. Сказал бы я, не будет это так очевидно, ведь они как бы беспроводные. И вот со звуком очень интересный момент. Если в Cloud Alpha был упор на чистый звук с обволакивающим мягким басом, то у Mix немножечко иначе. Если быть точнее, то здесь упор идет уже именно на басы. Именно из-за того, что наушники как бы портативные и будут использоваться вне дома. На спорте, например, или просто по пути куда-либо. Когда и включается более активная музыка, где достаточно много баса. И знаете, они вообще не прогадали. Хоть такой характер звучания и не для меломанов, и вообще не подходит для обработки звука, но просто идеально подходит для прослушивания музыки вне дома. Как бы HyperX не говорили об универсальности использования наушников, лично я не смог их использовать именно дома. А все именно потому, что мне приходится работать со звуком, где очень важно не добавить или убрать то, чего либо слишком много и без того, либо вообще не хватает. Дабы не лить много воды, скажу более конкретно. Вот так выглядит график АЧХ моего микрофона. И как вы видите, немножечко не хватает басов. И именно их я обычно немного докручиваю, чтобы звук не был уж совсем сухим. У нас микс такое ощущение, что басы прям переваливают. Хотя на самом деле, это не так. Потому что я точно могу сказать, так это то, что для обработки звука я их не советую. Хотя те, кто работают со звуком и без меня знают, что им надо. А вот что касается повседневного использования, то тут дело обстоит гораздо лучше. Во-первых, как я уже и говорил, звук хорош, хоть и на любителя. Басов не слишком много, но видно, что упор на них сделан не маленький. Про игры даже говорить не интересно, ведь позиционирование хорошее даже в серыхах 206 за 1000 рублей. Но зная некоторых коммендаторов, кто тогда спросит, потому отвечаю именно для таких людей. Да, позиционирование в играх хорошее. А вот с микрофоном произошла пренеприятнейшая ситуация. Как некоторые знают, у меня есть собака. А если точнее, у меня их... Три. И как-то я забыл, что со всех поверхностей стоит убирать мелкие вещи. Благо, пожевало именно вот это маленькое, рыжее, наглое существо. А потому пострадал лишь пластик. Я боялся, что все. Минус микрофон. Ну, во-первых, микрофон тут такой же, как и в Cloud Alpha. Как внешне, так и по характеристикам. А во-вторых, он работает. Что ж, и вот как-то так звучит данный микрофон. И, наверное, начнем тест от лучшего к худшему. И все потому, что он подключен к телефону Samsung Galaxy S8, где он, наверное, на максимум своих возможностей звучит довольно неплохо. Я уже прослушаю его пару раз. Вот. Но перейдем, наверное, теперь к звуковой карте Sound Blaster X G5. Теперь подключаемся к звуковой карте Sound Blaster X G5. И все же не так радушно, как было до этого. Но этого все еще хватает для того, чтобы давать информацию вашим тиммейтам в игре. И вот теперь встроенная звуковая карта ноутбука. ALC 688. И теперь обстоят дела... Я бы сказал, плохо. Иначе и не скажешь, конечно. Но это очередной повод покупать звуковую карту. Это глупо, покупать наушники за 15 в среднем. И не покупать маломальскую звуковую. По типу, даже не знаю, АС, АЕ, как минимум. Хотя... Но, кстати, именно для вас будет ссылка в описании на ЦАПы. То есть цифро-аналоговые преобразователи. И звуковые карты для именно гарнитурочек. То есть не вход есть под микрофон и под наушники. Вот. ЦАПы всего лишь под наушники. Да. Потом переходите по ссылочке в описании. Знакомьтесь со списками. И покупайте нужную вам звуковую карту. Вообще, я хотел еще провести тест микрофона, когда наушники подключены по Bluetooth. Но, увы, я, компьютер не видел микрофон при подключении наушников по Bluetooth. И как следствие, аудас не записывает звук через них. И даже через телефон это не удается. А потому, если у вас есть идеи для решения этой проблемы, пишите в комментарии. И если какая-то из них сработает, я запишу отдельный тест на мой второй канал. Поэтому и на него подпишитесь, чтобы быть в курсе событий. Кстати, обе с фортом подключения. Вообще, зачем такие наушники могут быть нужны? Допустим, вы не блогер, не обзорщик, и денег у вас не так-то и много, чтобы обложить с наушниками на все случаи жизни. Например, как у меня. Я использую дома Cloud Alpha. Когда куда-то иду, беру Cloud Mix. И если погодные условия не позволяют взять полноразмерки, например, слишком жарко или слишком холодно, в запасе лежат гиры IconX 2018 года. Так вот, вернемся к вопросу сценариев использования. Имею на руках 15 тысяч, плюс-минус 5 тысяч. Можно взять те же Cloud Alpha для дома, плюс TIN Audio T2 Pro с KZ кабелем на выход. Либо взять нечто универсальное. Те же микс. И дома использовать их по проводу, после чего, если надо куда-то уйти, просто отсоединяйте провод и зажимайте кнопку включения. После чего, вы встречаете нежный женский голос. Который уведомляет о двух вещах. Во-первых, наушники включены. А во-вторых, уровень заряда самих наушников, чтобы вы были в курсе событий. Но, чтобы включить наушники, нужно зажать и подержать, чтобы наушники начали искать устройство для подключения. После подключения же у вас есть следующие функции. Кнопками на наушниках вы регулируете громкость самих наушников. То есть, независимо от громкости, которую вы выставили на телефоне. Есть еще запас громкости усилителя, встроенного в сами наушники. Круглой кнопкой слева останавливаете, либо воспроизводите музыку простым нажатием. А также двойным или тройным нажатием переключаете трек вперед или назад соответственно. Зажав же, вызывается голосовой ассистент. По звуку блютуз никаких изменений. Ну, по крайней мере, я их не заметил. Но что насчет задержки? А нет ее. Вот вообще нету. Еще никогда не возникало вопроса, какая же задержка в наушниках. Я ее никогда не ощущал, ее никогда не было. И она всегда интенсична тому, если звук идет из динамика телефона или просто по проводу. И естественно, вопрос об автономности тоже стоит ребром. И знаете, я в этом даже не задумывался, потому что они держат целых 20 часов заряда. Я даже не знаю, как это протестировать. Ну, допустим, они будут держать не 20 часов, а 19. Но даже для этого нужно поставить наушники на круглосуточное проигрывание, что, увы и ах, сделать у меня не удается, ибо каждый день я в движении. Не пишу текст, так озвучиваю. Не озвучиваю, так монтирую. Не монтирую, так у меня есть учеба и личная жизнь. Короче, извиняюсь, что протестировать у меня не удается. Но могу сказать с уверенностью. Еще ни разу они меня не подводили в автономности. Три или, может быть, четыре дня могу в них проходить без подзарядки, и после чего всего за час подзарядить их и слушать музыку еще до конца недели. И так по кругу. И как заключение могу сказать точно, что это реально замечательные наушники. Ни для кого не секрет, что некоторые девайсы я продаю, после того, как я сделал у них обзор, дабы они не лежали без дела на стеллаже. Но это не тот случай. Я бы хотел сказать, хоперикс просто огромнейшее спасибо за то, что они дали мне эти наушники. Нужны ли они вам, это уже ваше дело. Но если, посмотрев видео, вы еще больше загорелись идеей купить эти наушники, то для вас будет ссылочка в описании для ознакомления со списком магазинов в вашем городе. Как вы можете заметить, она реферальная. Служит для отслеживания кликов и заказов пуней. Потому, если хотите поддержать канал, прошу вас купить именно по этой ссылке. И тогда вы увидите еще больше обзоров интересных девайсов на этом канале. А как вы помните, приехало ко мне три пары наушников. Альфа, Микс и Флайт. И вот насчет последних, мы поговорим уже совсем скоро. А чтобы видео у них вы не пропустили, жмите кнопку подписаться и колокол рядом. С вами же как всегда, был Вальдемар. Не прощаясь, ведь в углу скоро всплывут другие видео на канале, с которыми вы сможете ознакомиться. Всем удачи и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok